Выставки, новые музеи с привлечением костюмированных персонажей. Это у нас нормально и правильно. А я скажу по-человечески. У нас сегодня большой праздник, потому что в этом открытии, в этом новом музее, обновленном музее, соединилось очень многое из того, что нам дорого и важно. В этом музее человеческие отношения. Вы уже поняли, как непросто складывалась жизнь Великокняжеского двора. В этом здании, в Екатерининском корпусе, он тогда назывался просто каменный корпус, готовился дворцовый переворот. Здесь началась война жены против мужа, которая кончилась плохо. Здесь хранится память войны. Здесь живет память наших предшественников. Вадим Валентинович Знаменова, который мечтал создать этот музей и создал. Я хочу самые добрые слова сказать в адрес Тамары Николаевны Насович, главного хранителя, которая очень много сил и труда положила, чтобы гурьевские сервисы, другие вещи были сегодня во всей красе. Реставрация памятников. Это наша служба реставрации. Реставрация музейных предметов. Это наша хранительская служба. Экспозиционеры, специалисты в мультимедиа. Огромное количество людей. Все они работали под руководством Ненавижанны Вахани. Вот этой дамы, которая стоит со мной рядом, Ирина Суворова. Давайте ей поаплодируем, потому что последние несколько месяцев она жила только этим. Поэтому сегодня и в ее жизни, и в нашей жизни огромное событие. У нас 32 музея. Это музей не новый, я повторяю, обновленный. И я думаю, что вам всем будет очень интересно его посмотреть. Это роскошный российский ампир. И больше всего я горжусь тем, что пока музей был на реставрации, два года, вся коллекция была в Москве, в Царицыно. И мы показали Москве, что такое Петербург. С гордостью показали, что такое имперский стиль, что такое дух Петергофа, что такое дух Петербурга. И выставка имела очень большой успех. Хорошее, вновь правильное дело поставить музей на реставрацию и отправить коллекцию в гости в другие города. Мы так еще сделаем, если наступит время. Ирина Суворова, а потом я расскажу вам о ходе дальнейшего вашего здесь пребывания у нас в гостях. Уважаемые дамы и господа, коллеги, друзья, соратники. Я очень волнуюсь, потому что мы ждали этого события два года. Правильно сказала Елена Яковлевна, что мы жили этой жизнью музейной, полностью погрузившись. Мы, я не знаю, это, наверное, часть жизни нашей музейной, нашей с вами музейной. Потому что хочется сказать большое спасибо всем службам, всем департаментам, всем заместителям генерального директора. Потому что мне кажется, что я, наверное, надоела всем. Я попыталась вместе с Ниноби Жанной в Ахане как-то этот дворец вместе с хранителями Ольгой и Аллой, они там скромно стоят, Наташей, и как-то дожить до этого момента. И спасибо большое Наталье, Александр Денисовой. Вот эта финансовая составляющая, конечно, в эпоху пандемии играет большую роль. И благодаря ее департаменту мы смогли получить то, что вы сами увидите. Прежде всего, драпировки, которые шила Елена Горох, Серебряный век. Мы очень долго трудились над подбором аналогов. Хранители ездили в царственный эрмитаж, в царское село, в РГА. Изучали, подбирали, чтобы драпировки в этом интерьере соответствовали эпохе ампира. Вы видите, они безумно красивые. И ткали нам эти драпировки старинные ткани из мастерска в Москве, которая на ручных станках вот это все делает, всю эту красоту. Очень много людей принимало участие. Помимо всех наших замечательных служб, хранителей фондов, Павел Иванович Мукин, который отреставрировал его фирму, все 12 мастичных люстр, которые с 80-х годов, 20-го века не реставрировались. Наталья Борисовна Южакова, которая тоже принимала участие в реставрации, это бра, это вазы, фарфоры, фирма «Наследие» отреставрировала статую Екатерины II. Знаете, вот можно перечислять, у меня такой список огромный, он у меня в кармане. Я сразу приношу извини, если я кого-то забыла, потому что такой труд огромный всего коллектива музея-заповедника Петергоф. Всех, кто здесь присутствует, всех, к кому мы обращались, всех хранителей экспозиции, всех хранителей фондов, все службы, главный инженер Татьяны Сорокиной, реставрационный отдел, отдел Анны Борисовны Решко, это выставочная входная зона, Валерий Яковлевич Шефер, его департамент, Роман Валерьевич Повликов. Но все, понимаете, все вы, кто работает в Петергофе, вы все сопричастны к открытию этого музея, потому что одной службе невозможно это просто сделать без помощи вас всех. Поэтому мы очень рады, что наконец это совершилось, никакая пандемия нам не страшна, мы просто все это доказали. И даже прогноз погоды нам не помешал, потому что мы думали, что будет дождь, и вот оно, солнце, это подарок нам. Вот этот солнечный музей с подлинным цветом, который мы обнаружили в ходе реставрации, это цвет, придуманный Франчиско Братоломея Растрелли, мы нашли просто блистательный дворец, блистательный музей, и место мы здесь не случайно выбрали, потому что деревянный флигель, который примыкал к Екатеринскому корпусу, вы можете обратить внимание, вот дверь, которая как бы нависла никуда. Не знаю, в какую-то, может быть, другую эпоху. Здесь была галерея параллельно к Екатеринскому корпусу и западная гостевая галерея, а деревянный флигель, который сгорел во время войны, он примыкал, мы сейчас стоим практически здесь, где вот деревянный флигель, где все летние месяцы проживала Екатерина Петровна, Екатерина Алексеевна, и вот она уехала из Петергофа, ну практически вот помещения эти были в деревянном флигле, вот здесь, где мы с вами находимся, просто отсюда. Поэтому все не случайно, все звезды сошлись. Спасибо Елене Яковлевне, спасибо Нине Бижановне, спасибо хранителям, которые там вот скромно стоят, которые очень много сил. Ой, не могу. Спасибо. Понятно, волнения наши понятны. Я хочу еще сказать, вот знаете, чего не договорили. Какие красивые в залах стоят цветы. Это композиция, которую сделала наша парковая служба. Поэтому благодарим всех. Музейное дело всегда делается коллегиально. И сейчас я хочу сказать, что группы по 30 человек спокойно пойдут через главный вход в литеринский корпус, там вас ждут гиды. Тот, кто пока задержится, ведущий будет потихонечку рассказывать историю Екатеринского корпуса по годам и датам. А потом на террасе Момблизира вас ждет торжественный прием в честь открытия Екатеринского корпуса. Спасибо, что вы разделили сегодня нашу радость. Спасибо, что вы приехали. И мы надеемся, что у нас впереди еще достаточно много славных открытий. С праздником музейного работника, который мы отмечали только что. Добра, радости, любви, здоровья. Уважаемые гости Петербурга, нашу группу будут формировать...